В Приднестровье сидят бандиты. Люди, которые находятся у власти. В Приднестровье это не бизнесмены, они решают конфликты силой. Ну, если меня убьют хорошо, дальше что? Я хотя бы умру за правое дело. Я родился в городе Рыбница, а потом три года назад перебрался в Тирасполь и уже вот сейчас сюда. Я помню, был еще маленький. Мне, к примеру, в принципе, политика интересовала меня еще с раннего детства, потому что я понимал, что важно быть неаполитичным. К примеру, когда был первый срок Путина, мне Путин нравился. Он говорил правильные речи, он даже делал правильные вещи, по большей части. Второй срок, это был такой сомнительный. Особенно, когда была вторая чеченская. Уже тогда закрадывалось сомнение, что что-то тут не так. У тебя российского гражданства нет? У моих всех родственников есть гражданство России, у меня нет. Я говорю, нет, мне не нужно гражданство такой грязной страны. Скажи, пожалуйста, а ты помнишь 24 февраля, где ты был, как ты узнал, что ты чувствовал? Я помню, где-то было полшестого утра, что ли. Я проснулся, типа, вот от взрыва. Но у меня в первые же дни было огромное желание, и я как раз таки настаивал на том, чтобы мы переехали. Потому что я понимал то, что Приднестровье, скорее всего, втянут в этот конфликт. Его пытались втянуть, но уже через пару месяцев. И это было очень напряженно, потому что сразу же включили, помню, то ли желтый, то ли красный уровень террористической угрозы. И по улице куча полиции была. Ну, как бы, там полиция ужасная. Ты больше рад, к примеру, какому-то гопнику, нежели полицейскому, который к тебе подойдет. Потому что тебе легко могут подкинуть наркотики. Тебя могут просто отвезти и сбить спокойно в подвале, и ничего с тобой не будет. Ну, потому что у меня есть знакомые в Приднестровье, которым просто подкидывали наркотики, чтобы хорошо отчитаться. Как ты себя почувствовал, когда ты приехал в Кишнев? Я себя почувствовал свободно. Пока мы не пересекли границу с Молдовой, я себя чувствовал в напряжении, что меня могут остановить, развернуть. Там было очень много блокпостов, всех досматривали. Вот я ехал в автобусе, перед нами была машина, которую развернули просто. Я боялся то, что меня тоже так развернут. Но вот как только мы пересекли границу с Молдовой, я почувствовал, что я в безопасности. Я пытался в Приднестровье заниматься активизмом, но это было так, 50-50, потому что там, в принципе, структура активизма, она не развита, к сожалению. Политическая активность там вообще мертва. Вы украшаете всем! Всего мира! Ну что, вы на трюч, тихо, газа! По переезду сюда я нашел вот как раз таки группу Stop Russian Aggression, потому что я знал, что 9 мая, скорее всего, будет какое-то мероприятие, какой-то митинг. Я сюда переехал фактически без ничего. Вот я приехал, я взял с собой ноутбук, взял с собой какие-то там базовые вещи, то есть, а тогда еще было очень прохладно, а я с собой просто взял кожаную куртку. Я даже не знал, куда мне идти. То есть, я высадился вообще не в том месте даже, высадился на Ботанике возле Макдональдса, потом по гугл-картам уже прошел в центр, и пока шел в центр, я искал, где мне остаться. Что ты увидел, когда ты сюда пришел? Я приехал на такси, я увидел ребят с флагами, я увидел ребят, которые хотят выступать за свободу Украины, которые хотят выступать за свободу Молдовы, которые не хотят, чтобы война перетекла сюда, и которые желают этой стране лучшего. Я почувствовал, что я не один, и мне от этого стало хорошо. Вот тот огонь, который во мне горел, но он был, так скажем, под закрытым куполом, вот этот купол разбился, и этот огонь наконец стал гореть еще ярче. Ты уже здесь полгода сможешь сравнить, например, качество жизни в Кишиневе и в Тирасполе? Ну, я скажу так, Молдова — это ребенок, который учится сейчас ходить, который учится сейчас двигаться, он двигается, развивается, да, иногда падает, иногда совершает ошибки, но это ребенок, который развивается. Приднестровье — это, ну, возьмем даже Тирасполе, рыбница — это просто уже мертвое существо, возьмем Тирасполе. Тирасполе — это как раз-таки такой, это прям зомби. В Тирасполе все очень скучно, там нет никаких ивентов, нет никаких мероприятий, нет никакого развития. Там люди выживают. В Приднестровье сидят бандиты. Их даже нельзя назвать бизнесменами, потому что бизнесмены решают конфликты на юридическом уровне. Люди, которые находятся у власти в Приднестровье — это не бизнесмены, они решают конфликты силой. Они решают их силы, они решают их заведением уголовного дела фиктивного, они решают свои проблемы убийством людей. Россия отличный вклад вложила в то, чтобы Приднестровье было таким несчастным и таким ужасным местом, которым она является. Потому что как бы это уже не первый раз, когда Россия создает фиктивные республики, где она, так скажем, добавляет щупальца своей власти, щупальца своего влияния. И как ты видишь будущее отношение Тирасполе с Кишиневым? Оно будет трудное. Ну, тут все, допустим, зависит от того, что будет после войны. Но я надеюсь, что получится каким-то таким волшебным образом то, что Приднестровье сможет наладить контакт с Молдовой и вернуться, так скажем, домой на родину. Чего бы ты ждал от молдавских властей по отношению к Приднестровье? Это трудный вопрос, потому что я просто не знаю, как можно договориться с преступниками. Ну, вот как правовое государство может договориться с государством-преступником. Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь насчет протестов, которые сейчас в Молдове и насчет экономической ситуации в целом? Во-первых, это купленное все. И я вообще не понимаю, как можно пытаться поддерживать человека, который... Ну, материться можно? Ну, мы уберем, если что. Который своровал. Вот так можно назвать, хотя я бы это прям не своровал, а другое слово. Который своровал 1 миллиард лей. Я понимаю некоторое возмущение людей. Я это хотела спросить, потому что цены растут, это правда. Потому что газ очень дорогой, электричество то же самое. Как ты видишь вот свое положение на зиму? Ну, у меня дома стоит котел. Я по деньгам вывожу все это. Но я просто из принципа не включаю газ. Многие из них говорят, что моя Санда слишком гордая и что она должна поехать встать на колени Путину и просить дешевый газ. Хорошо, окей, она это сделает, к примеру, дальше что? Дальше что? Будет дешевый газ. Будет дешевый газ и потом к нам придут с войной. Либо нас будут шантажировать каким-то образом. Я лучше буду готовить еду на костре, чем продам свои принципы и свою задницу. Потому что, к примеру, мне хочется жить в этой стране, мне хочется, чтобы в этой стране создавался бизнес. Мне хочется, чтобы в эту страну вливались активы, чтобы у людей, которые тут находятся, было будущее. Они сейчас пекутся якобы о будущем Молдовы, о будущем своих детей, но какое может быть будущее под влиянием России? Ты себя здесь, в Кишиневе, видишь на долгий срок? Да. Мне Кишинев с каждым месяцем нравится все больше и больше. Я вижу тут больше возможностей. Как бы кто ни говорил то, что в Кишиневе, вот мы уезжаем из Молдовы, мы уезжаем из Кишинева, потому что тут нет возможностей, тут нет работы и так далее. Все граничит только с вашим узким мировоззрением. Женя, скажи, пожалуйста, ты активист, ты высказываешься. Тебе не страшно? Нет. Ну, если меня убьют хорошо, дальше что? Я хотя бы умру за правое дело. Для меня страшнее жить без будущего, без возможности свободы слова. А если Россия сюда придет со своей властью, то это так и будет. И мне кажется, лучше умереть за свободу. То, что сейчас делают бравые украинцы, бравые ребята с ЗСУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова